Рост и укрепление доллара на международной арене явление, которое ставит под удар многие национальные валюты. Агрессивная политика США в этом году подтолкнула доллар к 20-летнему максимуму. Каждое государство ведет собственную политику укрепления своей национальной валюты. Но пока что доллар имеет большее влияние. В частности, юань продолжает нести самые большие годовые потери по отношению к доллару с 1994 года. В последние годы Китай старается переключить контакт-фокус своих интересов с внешних рынков на внутренний. Внешние рынки по-прежнему важны, но внутренние сейчас для них становятся более важными. Чтобы чуть меньше зависеть от мировой конъюнктуры, в частности от Соединенных Штатов. Поэтому, когда торговая война была с Китаем, на Китай это уже не так сильно повлияло, как могло бы, например, в несколько лет ранее. Потому что Китай уже чуть более стал автономен, он меньше стал зависеть от Соединенных Штатов Америки. Накануне крупные госбанки Китая продали большое количество долларов США с использованием комбинации своповых и спотовых транзакций. Соответственно, валюта была продана практически моментально. Такие быстрые меры спровоцировали моментальный результат. Форвардный курс обмена упал до 6,95 юаня за доллар. Я боюсь, что у других экономик, в отличие от Китая, нет столько средств, в частности, нет столько долларов. У Китая огромный был торговый профицит, благодаря чему у него скапливались многие годы. Он продавал намного больше на мировых рынках, чем покупал. Благодаря этому у него скакились огромные долларовые запасы. А так, например, европейские страны, они не обладали такими большими запасами валютными. Поэтому им будет сложно осуществить такие же меры поддержки, которые проводят Китай. То есть у них просто средств на это можно не хватить. Эксперты отмечают, что все больше стран стремится к укреплению собственных национальных валют. Однако результаты ведения такой политики станут явными еще не скоро. Пока что доллар укрепляется на мировой арене. Хотя крупные игроки, вроде Китая, Японии и России, способны повлиять на обесценивание доллара. Смогут ли крупные державы договориться, объединиться и изменить баланс, покажет лишь время. Маргарита Михайлова, Универньюс.